Масленица, за легкой рядом сидит, рассказать ему, во что у нас сердце есть. Ах, Семен, Семен, как ты, как Руси, а ты Семеновна, право, Семеновна. Оживает усадьба Гребнева. Праздник Масленица стал еще одним ярким этапом ее, да, пока не физического, но духовного и культурного возрождения, которое полномерно проводит новый владелец усадьбы Андрей Ковалев. Традиции веселых, щедрых и раздольных масленичных гуляний уходят корнями глубоко в историю. Это все знают. В возрождающейся усадьбе Гребнева в этом году тоже празднуют Масленицу. Причем делают это целых три дня и в программе решили совместить наследие предков и современные тренды. Наряду с блинами, хороводом, взятием снежной крепости и ярмарками, гостей праздника развлекали катанием на квадроциклах, фейерверками, концертными шоу, а также забавами эпохи раннего средневековья. Мастер-класс по чеканке монет представлен каким способом в раннем средневековье одним из способов чеканились монеты. Также у нас представлена фотозона и несколько лучных тиров, на которых посетители могли посоревноваться и попробовать себя в умении стрельбы из лука. Я вижу, что люди истосковались. Они столько лет наблюдали за тем, как усадьба разрушалась, разрушалась. И то, что сейчас происходят такие праздники, это огромное счастье для них. А если счастливы они, счастлив и я. Вы поэтому три дня решили праздновать, да? Да, да. Не, потому что, ну, один день. Ну, что такое один день для русского человека? Не только для русского. Праздничные гуляния в Гребневе посетил знаменитый французский актер-звезда фильма «Такси» Самина Сыри с братом Биби. Откушал хлеб-соль, ничего не сказал, но по улыбке видно – традиция понравилась. Многих волнует судьба Гребневской усадьбы. Теперь есть надежда, что она возродится и станет настоящим центром духовного и культурного притяжения. На это потребуется порядка семи лет, рассказал Андрей Ковалев в главе района Алексею Валову. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас он действительно добрый. Светит солнце, которое каждым лучиком дает нам надежду на то, что Гребневская усадьба будет восстановлена. Мы уверены в этом. Глава района приехал в усадьбу не столько для того, чтобы поучаствовать в праздничных гуляниях, сколько чтобы обсудить перспективы развития. Владелец усадьбы на протяжении нескольких месяцев, проводя здесь разнообразные культурно-массовые мероприятия, доказал серьезность своих намерений по возрождению памятника. Мог бы огородить забором и никого не пускать, но он пошел по пути популяризации того, что делает, чтобы люди видели и верили. Одна из задумок – перенести сюда фестиваль «Душеновские маневры». Планов много. Я благодарен Андрею Канчеву, что пришел к нам в городской округ. Благодарю за то, что он делает. Мы, конечно же, во всем будем им помогать, поддерживать. Не только на этапе сегодняшнего обхода этой усадьбы, ну и на этапе всех перспективных планов я попросил составить срочно-дорожную карту по этапному возрождению. Это очень непростая работа, очень затратная работа. Реставрация на 20 раз дороже строительства. Поэтому, конечно же, там надо много вложить денег. Но у него есть желание. У него есть желание возродить культурно-исторический, духовный центр. Не только, я считаю, Щелковского городского округа, но и, думаю, в России. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».